Здравствуйте! Сегодня 21 февраля 2021 года, и это экстренный выпуск блога «Святая Земля сегодня». Здравствуйте! Мы решили выйти в эфир, потому что наши зрители, а также многие мои друзья из России, паломники, прислали в WhatsApp мне и Рафаилу видео, которое вышло на YouTube по всей вероятности. Сегодня называется оно так – «Срочно! Много восклицательных знаков!» У нас осталось меньше суток, много восклицательных знаков. Они что-то затевают. В этом видео некий монах на фоне иконы Пресвятой Троицы рассказывает о том, что сегодня, 21 февраля, в 18 часов вечера по Израилю все, без исключения евреев, встанут на молитву о приходе Антихриста. Вот так дословно говорится в этом видео. Дальше показывается некий видеоролик на английском языке с титрами по-французски. «Благо, мы владеем обоими языками, английским в совершенстве». И вот мы его прослушали, просмотрели и решили прокомментировать это видео, поскольку, как нам кажется, вряд ли кто-то из живущих в Израиле решится это сделать. Мы же хотим освещать, что происходит на Святой Земле сегодня. Вот поэтому мы и хотим об этом поговорить. А это именно акция. То есть через соцсети, через разные способы послано обращение ко всем евреям мира встать на молитву о приходе Машеха, то есть помазанника Божьего, царя Израиля. Вот именно сегодня, 21 числа, в 18 часов вечера. Итак, кто организовывает эту акцию? Что нам удалось узнать? Ну, перед тем, Анна, я вам просто хочу сказать, что до того, когда буду отвечать на вопрос, кто это организует, скажу, неужели вы думаете, что кто-то сознательно организует массовую молитву для призыва Антихриста? Это интерпретация, которая, в принципе, соответствует с многими нашими русскими православными и греческими православными традициями. Однако, это не совсем корректно, на мой взгляд, передать так информацию, потому что, естественно, еврейский народ имеет немножко другое... существует другое семантическое значение, другое семантическое значение для слова «христос» или «машиах» в юдейской традиции. То есть, эта традиция, где есть Христос и есть Антихрист, это наше понимание, так как мы понимаем, соответственно, со Священным Писанием, Откровением определенных традиций, определенных старческих традиций православных тоже. Однако, это не означает, что это то значение, которое дают иудеи. Это первое. Это очень важно объяснить и сказать. Для евреев «машиах» — это лидер, да, это политический лидер. Были много помазанников, так же, как у нас в христианстве слово «помазник» может иметь разное значение. Есть один единственный помазник — это Христос, но так же у нас Константин Великий тоже называется помазником, в Библии царь персидский Кир называется помазником, Николай Второй тоже называется помазником, так что тут значение немножко другое. Я могу добавить от себя, что в иудаизме не существует единого для всех понятия слова «машиах». Иудаизм на сегодняшний день, современный иудаизм — это религия, состоящая из разных течений, разных школ. Учения раввинов иногда отличаются друг от друга. Да, они сходятся в каких-то основных вещах, но вот понятие о «машиахе» можно встретить самое разное. Поэтому невозможно ставить знак равенства еврейский «машиах» равняется то, что христиане называют словом «антихрист». Это некорректно, поскольку евреи еще раз очень разный смысл вкладывают… Разные идеологии. Разные идеологии, совершенно верно. Разный смысл они вкладывают в это слово, в понятие «машиах». Ну и вот сейчас Рафаил конкретно расскажет о тех, кто организует это, скажем так, мероприятие, эту совместную молитву. И какое слово в понятие «машиах» вкладывают «они». Вот это как раз мероприятие организует хасидская организация, хасидская община, которая вполне представлена в СМИ и в России, и в других странах, которая называется Хабад. Основатели этой организации, в принципе, основатель хасидизм, это очень интересно. Это связано с историей евреев в Восточной Европе. В конце 18 века был замечательный раввин, который мы называем Баальшемтов, который, в принципе, его жизнь очень, то есть, интересно об этом читать. От его учения, от его духовного наставления появились разные направления. Опять это направление. И даже от него появились разные направления. И тем более, что у самого Баальшемтов при жизни были очень много врагов среди евреев, то есть, не все приняли его авторитетность. Особенно, например, евреев Вильнюса, которые свойственны им более рационалистический подход. Что такое хасидизм? Хасидизм – это подход не очень рациональный, то есть, более эмоциональный, душевный, связан с музыкой, с мистикой, с плясками и так далее. Но даже у них, у хасидов, есть разные интерпретации. И вот Хаббат – это конкретно сейчас, в наши дни, ученики раввина из города Любавича. Город любви – это город Любавич, это где-то на границе между Белоруссией, Смоленск и так далее. Он умер, этот раввин, Любавичевский ребе, в 94 году. Многие его последователи говорили, что он не умер, что он и есть мащиах, потому что Любавичевский ребе, его главное – это было, что мы хотим мащиах, то есть, помазника, сейчас. Он должен прийти сейчас. И то, что им свойственно, это вот такой очень американский подход, миссионерский. А вот дело в том, что у большинства ортодоксальных евреев вот этот миссионерский подход, где рекламируют их учения на разных языках, по-английски, по-арабски, по-русски, по-французски – это не свойственно, например, ортодоксальных евреев из районов Меашаарим в Иерусалиме. Они даже, я не хочу никого обижать, среди хабадников есть замечательные люди, я лично с ними знаком, но среди, это не мое мнение, это взгляд, который я знаю других раввинов. Очень много раввинов и ортодоксальных считают, что хабад – это еретическое явление. То есть, они их принимают как евреи, но они говорят, ну они евреи, но они уже как христиане. А почему тогда так тревожно для россиян? Потому что как раз именно в Российской Федерации, в других местах постсоветского пространства, хабад имеет очень много доступа в СМИ, и поэтому, когда кто-то из хабад говорит, кажется, о, это голос мирового юдаизма. А дело в том, что это совсем не так. Например, когда у меня были группы из России, любили мне задавать вопрос, как в Израиле относятся к Берлазар. А я когда слышал это имя, я сказал, кто? Кто такой? Мы не знаем, кто он такой. Для нас в Израиле, для евреев в Израиле, Берлазар – это не авторитет. Мы знаем, для кого он авторитет. В том числе и для неевреев в России есть, которые его хорошо знают и слушают его слова, и пусть они будут все здоровы, как бы, всего хорошего, но они не имеют права говорить за всех евреев. Поэтому вот этот призыв, который организовал, опять, не Берлазар, но другие представители хабада, деятели организации хабада, я смотрел эти ролики, которые они выкладывали, это типичный миссионерский хабадский такой популярный подход. Там евреи, которые говорят по-французски и молятся по-французски, евреи, которые молятся по-английски. Ортодоксальные евреи молятся только на библейском еврите. Они не читают молитву «О, ты, Всевышний, Благословен ты!» Нет такого. У евреев барух, ата, адунай. Все, другого нет. Не молятся ни по-французски, ни по-английски. А это подход хабада, и русские просто увидели этот ролик и очень жутко напугались. И, на мой взгляд, как-то зря. Итак, о ком будут молиться сегодня хасиды? Можно ли сказать, что Машех в их понимании это и есть Иисус Христос, просто они по-другому его называют, но ждут иными словами второго пришествия? Верно ли так сказать или нет? Я бы сказал, что... Я бы не сказал однозначно нет, потому что есть точки соприкосновения. Само понятие мессианства, это понятие, которое, конечно, особенно у тех, которые в хабад, общее. Если вам отвечать, ну вот так давайте как бы свяжем это тоже с нашим праздником, который только что был, праздник Сретини. Что говорил Симеон Богоприимец, когда он взял Господа на руках? Свет в откровении языков, то есть свет для просвещения язычников и слава людей твоих, Израиля. Наша церковь просто эти слова понимает вот так. У хабада эти слова вообще нет, потому что они истории про Сретини вообще не принимают. Но они верят, что если придет Мащиах, это будет тот, который будет давать обилие благ всем неевреям. Всем евреям в первую очередь, но, конечно, и будет такое вот время, наступит новое время, когда всем остальным народам они будут исчерпать благость от источника Сиона, от источника спасения. Они именно этими категориями мыслят. И, конечно, эти категории вполне в каком-то смысле параллельны, иногда даже идентичны с нашими. Однако, если бы им сказать, что они молятся для Иисуса Христа, они бы как бы, ну, были против, я думаю, такого интерпретации. Вот, может быть, для нас лучше думать, что это так, чем думать, что они прям молятся для бесов и для антихриста. Но я не берусь об этом рассуждать. Я думаю, что это очень конкретно, и что лично каждый человек молится о чем-то очень своем, когда он надеется на это. Но однозначно они надеются, что это человек, который восстановит славу Израиля. И они видят эту славу и в политическом, и в экономическом, и даже в чисто творческом. Для того, чтобы подытожить то, что говорит Рафаил, хочу добавить и пояснить. Итак, в Израиле нет никакой сегодня массовой молитвы, когда весь народ Израиля, все религиозные евреи, встают на молитву о пришествии Машехов в 18 часов. Этого нет. Это будут делать только те, кто принадлежат к движению Хаббат. Мало того, те, кто увидели это объявление в соцсетях, в Фейсбуке и так далее. И стоит за этой молитвой один бизнесмен из Майами. Об этом ясно написано в их же сайте, так что и мы ничего не сочиняем. И он организовал, они сняли такой ролик кинематографический, такой совершенно, правда, в мессианско-христианском стиле на самом деле, где все-все-все-все молятся о пришествии Машеха вот в это время в разных странах, на разных языках и так далее. Этот подход не близок к ортодоксальному иудаизму. Ортодоксальные иудеи не прыгают на улицах, не кричат «Машех сегодня». Это не значит, что они его не ждут. Но у них это понятие более мистическое, более молитвенное, более сложное, так скажем. Есть даже такие, которые вообще на эту тему не говорят и не заостряют на приходе Машеха своего внимания. То есть вот это ожидание Машеха – это не что-то абсолютно одинаковое для всех евреев, даже Израиля, я уж не говорю мира. Надеюсь, что мы пролили свет на ситуацию, заверяем вас, что никаких сегодня массовых молитв на улицах Израиля у христины плачали на храмовой горе нет. Или в старом городе ничего не происходит. В иврите, на иврите нет никакой информации, призывающей от других раввинов, не хаббатских раввинов, а призывающих к какой-то общей молитве. То есть реакция официальных раввинов Израиля пока не ясна, ее просто нет. Я думаю, что многие из них даже ничего не знают об этом ролике на английском языке, вышедшем и призывающем всех к этой молитве. То есть это акция определенного течения иудаизма, определенных людей, определенной группы людей, которые хорошо представлены в России. Поэтому, видимо, этот ролик дошел до России и такую реакцию получил. Мы прощаемся с вами. Мы надеемся выходить в эфир вовремя по средам и пятницам. А завтра вас ждет первый выпуск новостей клуба видеопутешествий ТОПОС. Всего вам самого хорошего. До свидания.